Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 1 глава с 3 по 5 стихи. Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Толкование блаженного феофилакта. Некоторые думают, что Рахав есть старая блудница, которая приняла саглядатаев Иисуса на вина и спасла их, спаслась и сама. Упомянул же о ней евангелист для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие в слова их, спаслись. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Прошла тысяча лет до блаженного феофилакта, архиепископа болгарского. Многое изменилось в мире и в церкви, но Господь говорит, Иеремия 1.12. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога, исполнять волю Его, нести Святое Слово по миру неискаженным. Даниила 9.23. «В начале моления Твоего вышло Слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний. Итак, вникни в Слово и уразумей видение». «Таким мужем желаний оказался блаженный феофилакт, который всею жизнью своей подтвердил слова апостола Павла, филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». «В предисловии к толкованиям сказано, на какое разорение Он прибыл в Болгарию, какой темный невежественный народ оказался под Его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей». Исайя 49.8. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе. И я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Его толкование священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к Слову Божию. Блаженный Феофилакт с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Он проникнут апостольским духом благовестия, непрерывная проповедь, научение, истолкование – все то, что приводит к жизни во Христе, к жизни по Евангелию. «Кто из пастырей сегодня понимает это, ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом, а от этого никто не возрождается, и остается всюду та же египетская тьма, обман и самообман». Комментарии закончились. «Вооз родил Авида от Руфи». Толкование. «Эта Руфь была иноплеменница, однако ж сочеталась с Воозом. Так и церковь из язычников, хотя была иноплеменницей и вне заветов, забыла народ свой, и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась с единородным сыном Божиим». Все толкование на эти стихи далее. От Матфея 1.6. «Овид родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриейю». Толкование. «И о жене Урииной упоминает евангелист, дабы показать, что не должно стыдиться предков, но наипаче стараться и их прославлять своей добродетелю. И что Богу все угодны, хотя бы произошли и отблудницы, только бы были добродетельны». Матфея 1.7.11. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Языкия родил Монассию, Монассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иоханию и братьев его перед переселением в Вавилон. Толкование. Переселением вавилонским называют тот плен, в который наконец все иудеи были отведены в Вавилон и плакали на реках вавилонских. Вавилоняне и в другое время делали у них завоевание, но озлобляли их умерение, а тогда окончательно переселили их из Отечества. От Матфея, 1 глава, с 12 по 16 стихи. По переселению же вавилон Иохания родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елеакима, Елеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елеуда, Елеуд родил Елеазара, Елеазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Толкование. Почему евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессеменном рождении? Иосиф не был истинный отец Христов, чтобы от него вести родословие Христа. Слушай, правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и потому следовало бы представить родословие Богородицы. Но так как закон запрещал вести родословие по женской линии, то евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал и ее родословие. Ибо был закон не брать жен из другого колена, не из другого рода, а из того же колена и рода. Число 36.6. То есть, они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего. И как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется и родословие Богородицы. Ибо Богородица была из одного с ним колена и рода, а иначе как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, евангелист соблюл закон, запрещавший вести родословие по женской линии. Но, показав родословие Иосифа, показал родословие и Богородицы. Мужем же Марии назвал его по общему обыкновению. Ибо мы имеем обычай и обручника называть мужем обрученной, хотя брак еще и не совершен. От Матфея 1.17. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Толкование. Евангелист разделил роды на три части, дабы показать иудеям, что они и под управлением судей до Давида, и под управлением царей до переселения, и под управлением первосвященников до Христа, равно немало не успевали в добродетели, и потому имели нужду в истинном судьи, царе и первосвященнике, который есть Христос. Ибо Христос по пророчеству Иакова пришел по прекращении царей. Но как от переселения в Вавилонского до Христа 14 родов, когда оказывается только 13 лиц? Если бы в родословие можно было вводить женщин, то мы могли бы причислить и Богородицу Марию, и таким образом восполнить число. Но женщина не входит в родословие. Как же это разрешить? Некоторые говорят, что евангелист поставил в счет с лицами переселения. И далее идет поучение святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого. Беседа на святой Евангелии от Матфея. Итак, мы теперь говорим не о вечном рождении, но о дольнем и земном, бывшем при тысяче свидетелей. Да и о сем будем говорить только то, что для нас возможно, по мере полученной нами благодати Духа. Ибо о семь рождении нельзя говорить со всею ясностью, потому что оно весьма чудно. Итак, не думай, будто слышишь о семь рождении, но слыша, что Бог пришел на землю, размысли и трепещи. Это было так удивительно и чудно, что и ангелы хором воздавали славу Богу за весь мир, и пророки задолго прежде изумлялись от того, что Он на землю пришел и с человеками жил. Варух 3.38 Ибо весьма странно слышать, что Бог неприступный, неизреченный, непостижимый и равный Отцу, благоволил пройти через девическую утробу, родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. И что говорю Давида и Авраама? Даже что еще удивительнее, тех жен-блудниц, о которых мы недавно упоминали. Слыша сие, не представляй себе ничего низкого. Напротив, тем больше дивись, что Сын безначального Отца, Сын истинный, благоволил называться Сыном Давидовым, дабы Тебя соделать Сыном Божиим. Благоволил иметь Отцом Своим раба, дабы для Тебя, раба, сделать Отцом Господа. Видишь ли в самом деле, каковы Евангелия? Когда ты слышишь, что Сын Божий есть Сын Давидов и Авраамов, то уже не сомневайся, что и ты, Сын Адамов, будешь Сыном Божиим. Ибо Он не стал бы напрасно и попусту так уничижать Себя, если бы не хотел нас возвысить. Он родился по плоти, дабы ты родился Духом. Ибо тем, что родился от жены, Он уподобился нам. А тем, что родился не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, Иоанн 1.13, Но от Святого Духа предвещает о высшем и будущем рождении, которое намерен даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее. Таково было и крещение. Оно имело нечто ветхое и нечто новое. Ибо принять крещение от пророка показывает нечто ветхое, а что сходит Дух, показывает нечто новое. Представь, что кто-нибудь, став между двумя человеками, стоящими друг от друга в отдалении, протянул к ним руки, одну к тому, другую к другому, и соединил обоих. Так поступил Христос, Сын Божий, соединяя Ветхий Завет с Новым, Божественное естество с человеческим, Своё с нашим, небесно-земным. Видишь ли блеск града Божия, Каким светом осиял Тебя при самом входе, Как тотчас показал Тебе Царя в Твоем образе, Точно посреди стана, Ибо встанет Царь не всегда является в собственном величии, Но часто, сложив порфиру и диадему, Облекается в одежду воина. Впрочем, земной Царь так поступает для того, Чтобы, став известным, Не привлечь к себе неприятелей, А Царь Небесный, напротив, Для того, чтобы, сделавшись известным, Не заставить врага бежать прежде сражения с собою, И не привести в смятение своих, Ибо Он старается спасать, А не страшить. Посему и назван с ним именем Иисус, Ибо имя Иисус есть не греческое, А еврейское. На греческом языке означает оно спаситель. А спасителем Он называется потому, Что спас народ свой. Но если бы евангелист представил родословие Девы, То его почли бы нововодителем. Посему, дабы мы знали, Что была Мария, Кто была Мария, И откуда происходила, И дабы в то же время Не был нарушен обычай, Он представил родословие ее обручника, И показал, что он происходит Из дома Давидова. Ибо когда это доказано, Тогда в то же время доказано, Что и Дева была из того же рода. Не случалось ли тебе видеть, Что из телесных глаз, Когда они долго побудут в дыму, Текут слезы, А на свежем воздухе, на лугах, При источниках и в садах, Они делаются острее и здоровее. То же бывает и зрением душевным. Если оно обращено на луг духовных писаний, То делается чистым, ясным и проницательным. Так что может видеть наветы бесовские, А если остается в дыму житейских попечений, Непрестанно будет испускать слезы, Плакать всем и будущим веки. Ибо дела человеческие подобны дыму, И ничто не причиняет столько болезни Душевному зрению и не мутит его, Как множество житейских попечений и пожеланий. Как обыкновенный огонь, Охватывая вещество влажное и промокшее, Производит большой дым, Так и всякая похоть рождает большой дым, И наводит тьму забвения, Когда объемлет чью-либо душу, Страстную и слабую. Итак, мы непрестанно имеем нужду В молитвах и чтении Божественного Писания, Дабы угасить огонь страстей И разогнать дым житейской суеты, Ибо ничто не приносит столь великой пользы, Как молитва и чтение Божественного Писания, Если мы упражняемся в них с трезвенным умом. Это есть пища души, Ее украшение, Ее жизнь, Врачество и укрепление ума. Этим мы должны украшаться, Этим должны возводить К совершенству слуг, Детей, Жен, Друзей, Врагов, Обращать друзей. Так и великие мужи, Друзья Божии, Достигали совершенства. Давид в своем грехопадении, Как скоро внял Слово поучение, Тотчас показал себе прекраснейший образец покаяния. И апостолы при помощи Слова Христова Соделались тем, Чем были впоследствии, И обратили весь мир. И далее комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Феофилак стоит сегодня за кафедрой в каждом храме. И вопиет. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, Комментарии закончились. И далее поучение Златоуста. «Но какая, скажешь, польза, Когда иной слушает, Но не исполняет того, что слышит? Немалая польза будет и от одного слышания. Узнаешь сам себя, Вздохнешь, А может быть, дойдешь до того, Что будешь исполнять слышанное. А кто не знает и того, Что он согрешил, Может ли перестать грешить? Может ли узнать свои грехи? Итак, не будем пренебрегать Слушанием Священного Писания. Не позволять себе видеть сокровища, Чтоб не обогатились. Это умысел дьявола. Он представляет нам, Что слушать Божий закон Ничего не значит. Опасаясь, чтоб, слушая его, Мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот пагубный умысел его, Оградимся со всех сторон Духовными песнями, Молитвами и Священным Писанием, Дабы, окружившись всем оружием, Не только самим не попасть в плен, Но и сокрушить его главу, А за сие увенчаться Славными победными знаками И достигнуть будущих благ По благодати и человеколюбию Господа нашего, Иисуса Христа, Которому слава и держава Во веки веков. Аминь. И комментарии небольшие. Не будем пренебрегать Слушанием Священного Писания. Как можно было тысячу лет на Руси Не расслышать этот голос? Вопрос. От Матфея 1, 18 Рождество Иисуса Христа было так Толкование Сперва изобразил родословие И, желая покрыть сию тайну, Упомянул о муже Марии Иосифе. По обручении матери его Марии с Иосифом, Прежде нежели сочетались они, Оказалось, что она имеет в очреве Духа Святаго. Толкование блаженного Феофилакта. Не сказал прежде, Нежели приведена была в дом к жениху, Ибо она уже жила у него в доме, Так как древние имели обыкновение Хранять обрученных В собственном доме, Чему и ныне еще можно видеть Примеры. Так и зятья Лотовы По обручении жили вместе с ним В его доме, Так и Мария жила В одном доме с Иосифом. Почему не прежде обручения Она зачала в очреве? Бог не хотел, Чтобы при самом рождении Известно было иудеям, Что Христос родился от Девы, И чтобы Дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, Если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, Но слова отцов наших, Дивных и знаменитых мужей. Если Христос И многое первоначально скрывал, Называя себя сыном человеческим, Если он и не везде ясно Открывал нам свое равенство Со отцом, То чему удивиться, Если он и сие прикрыл, Устрояя дивное великое таинство? Дивно то, Что Дева сохранена И избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали Об этой тайне в начале, То побили бы Деву камнями, И осудили бы, Как блудницу. Если уже и в таких случаях, Коих примеры часто встречались им Еще в Ветхом Завете, Одни обнаруживали свое беспокойство, И когда Христос изгонял бесов, Называли его беснующимся. Когда исцелял больных в субботу, Почитали его противникам Бога, Хотя суббота и прежде Часто была нарушаема, То чего не сказали бы, Услышав, что Дева рождает? Посему-то и представляется Родословие Иосифа, И он обручается с Девою. Если даже Иосиф, Этот праведный и чудный муж, Возымел помысл сомнения касательно Девы, И многое нужно было, Чтобы удостовериться ему в событии, Если и для него Нужно было явление ангела, Видение во время сна И свидетельства пророческие, То как могли принять Сию тайну Иудеи, Которые были лукавы И разращены? Посему и апостолы Не говорили часто о рождении его, Но о воскресении Многократно возвещали. Даже сама матерь его Не дерзала объявлять о всем. Посмотри, что говорит она ему самому. Вот отец твой и я С великою скорбью искали тебя. От Луки 2.48 Потому что если бы сие последнее Было заподозрено, То его не стали бы почитать Сыном Давидовым. А вот не признание его Сыном Давидовым Произошло бы много И других зол. Посему и ангелы Не всем сказывают Об этом рождении. Объявили одной Марии Иосифу. Когда же благовествовали пастырем О родившемся младенце, То не присовокупили, Что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, Что она имеет в очреве От Духа Святого, То, устранив всякое подозрение, Не только не отсылает ее от себя И не бесчестит, Но принимает и оказывает Ей услуги во время беременности И благоговейно чтит ее. Явно, что, Не будучи твердо удостоверен В зачатии по действию Святого Духа, Не стал бы держать ее у себя И служить ей. От Матфея 1.19 Иосиф же, муж ее, Будучи праведен И не желая гласить ее, Хотел тайно отпустить ее. Толкование. Здесь он называет праведным того, Который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, То есть добр, кроток, истинен, Хотя подозреваемая Не только заслужила обличения, Но закон повелевал Даже наказать ее. Впрочем, Иосиф избавил ее Не только от большего, Но и от меньшего, То есть от стыда, Не только не хотел наказать, Но не захотел и обличить. Не признаешь ли всем Мужа мудрого и свободного От мучительной страсти? Вы сами знаете, Что такое ревность. Посему-то вполне Знавший онную пророк сказал Ревность, ярость мужа, И не пощадит он в день мщения. Притча 6.34 И люта, как преисподняя ревность. Песня 8.6 Мы знаем, что многие Лучше готовы лишиться жизни, Нежели впасть В подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, Когда дева изобличилась Ясными признаками беременности. Но Иосиф был столько Праведен и чушь страсти, Что не захотел причинить Деве даже и малейшего огорчения. Так как оставить ее у себя Казалось противным закону, А обнаружить дело И представить ее в суд Значило предать ее на смерть. Но он не сделал Ни того, ни другого. Но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, Обнаруживая свою добродетель. От Матфея 1.20 Но когда он помыслил это, Се ангел Господень Явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, Не бойся принять Марию, жену твою, Ибо родившийся в ней Есть от Духа Святаго. Толкование Почему Дева, слышавшая прежде от ангела благовестие, Не открыла ему сего, И, видя обручников смущения, Не разрешила его недоумения? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтоб Иосиф не обнаружил неверия, И с ним не случилось того же, что с Захарией. Не трудно поверить делу, когда оно уже пред глазами. По сей же причине молчала и Дева, Ибо думала, что не уверит жениха, Сказавший о необыкновенном деле, А напротив, более огорчит его, Подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Тотчас приводит ему на память Давида, От которого должен был произойти Христос, И не дает ему оставаться в смущении, Наименованием предков напомянув об обетовании, Данном всему роду. Сказавший же, не бойся, Показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, Содержав в доме как бы прелюбодеянную. Изрекше же имя Марии Девы, Ангел не остановился на сей, Но присовокупил жену твою. Сим именем он не назвал бы ее, Если бы ее девство было растлено. Женой же называет здесь обрученную, Что значит принять, То есть удержать у себя в доме. Ибо Иосиф мысленно уже отпустил Деву. Ее говорит ангел, Поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же не для брака, Но чтобы жить вместе с нею, Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, Так ныне поручается она Иосифу. Ибо говорит, она не только чисто от беззаконного смешения, Но и зачала в очреве сверхъестественно, Посему не только отложила страх, Отложи страх, но и возрадуйся. Родившаяся в ней есть от Духа Святого, Дивное дело, превосходящее человеческое разумение, И превышающее законы природы. От Матфея 1, 21. На, держи. Придется немножко пояснение дать. Вот толкование дается, Разъяснение очень подробное о девстве Марии. На это внимание обращают, А к делу спасения это никак не относится. И о пробуждении людей, Заботы как будто здесь никакой нет. Надо вот смотреть сегодня, Люди, которые приходят здесь, Они выслушат это толкование. Ну, Дева. А какое отношение конкретно ко мне имеет? К тому состоянию, в котором мы находимся? В общем-то, никакого. Достаточно поверить. Она осталась девой после рождения. Девой была до рождения. Зачата без семени мужа. Ну и все на этом. Нет подробную страницу за страницей. Это дивно, это страшно, это непонятно. Евреев это убеждают? Да нет, конечно. До них она просто распутная девка От беглого римского дезертира, Солдата за щела. То есть, хуже как бы ничего И нельзя придумать даже. Немножко туда подальше можно. Но оно идет. И это толкование главное. Вот эти богородичные праздники, Все это монахи придумали. Рождество Богородицы, Успение. Оно никак не касается спасения. Одно слово и на этом все. А это столько богослужений За это время прошло. За тысячи лет, две тысячи лет-то. Это даже вообразить нельзя. В каждом храме, в каждом монастыре. И вот об этом везде все. И храмы во имя Богородицы. Но я признаю и на этом все. Но ко спасению относятся это или нет. Теперь придумали зачатие Богородицы. Да была ли она От Иоакима и Иоанна. А то от Духа Святого, Как у католиков, Непорочное зачатие. То есть, Настолько все искривили, Настолько пошло не тем путем. Нужно говорить о жертве Христа. О чем говорит апостол Павел. Что здесь написано у Блаженного Фефилакта? Ни один евангелист это не говорит. Это у нас трехтомник. Изданный. 240 иллюстраций. 230 Гюстава Доре. Вот видите, Это мы раскрасили его. 230. Это полное толкование. И 297 еще и комментарий дается. Это очень измеримо. Видно, Что Блаженного Фефилакт, Сам будущим монахом, Он говорил то, Что в то время было распространено. И никакого секрета там в этом нет. А спасение, О том, Чтобы люди как уверовали, Нет. Вот у нас вчера прошло богослужение. Приходят три отрока. Родственники наших. По разной степени родства. Три юноши. Вот они пришли. Что у нас? Сегодня 27 сентября 2013 года. Пятница. Воздвижение Честного Житворящего Креста. У нас община Крестово-Движенское. Престольный праздник. Ну и сколько там? Кресту твоему поклонимся. Опять. Кресту твоему поклонимся. Даже с этой стороны. Вот. И о кресте-то, О жертве Христовой, Как будто бы, Так, Намеком только слышали где-то. Вот они побыли, Постояли, Учатся в городе здесь. Из Потеряевки они там, Искорчено. Так нужно остаться. Даже объявление сделать, Что сегодня я буду разъяснять, Будет беседа. Их не остановишь. Они как из пушки, Из катапульпы. Вылетели во двор, И уже обратно бегут в свое общежитие. Живут в общежитии там, Или у знакомых где-то. То есть им это не надо. Они ни жизнью общиной не живут, Ни своей душой не занимаются. Но они пришли, Стояли, Хлебец этот, Политый вином дали, Съели. И что, Священник этим должен довольствоваться только? Я их пытаюсь остановить? Никак. Я пошел скорее к священнику, Пока они во дворе между собой гуртуются. Я говорю, Ты задержи их, А что я буду задерживать-то? Ну ладно, Они ушли. Я пошел после этого к батюшке, И стали говорить. Я говорю, Ты почему не заботишься-то о них-то? Какой-то путь надо найти к ним. Через родителей действует. На одного еще можно действовать, А у другого родителя Никаким авторитетом не пользуются. Ни отец, ни мать. А они двое здесь в городе. Это потерянное поколение. Они не избранные. У них жажды нету К исследованию Слова Божия. Жизни общины. Жить свято. На лице прямо грех играет, Видно. Грех мира сего. Всякие мысли колобродят. Я только в интернете гляжу, Где они иной раз выходят. И говорят, Только взахаешься. Это из верующей семьи. Погиб мир. А каким образом подойти? Не знаю. А что советуешь? Молиться. Молиться, чтобы Бог открыл эту дорогу. Как им это рассказывать? Ну и буду им рассказывать о Богородице. Даже пусть все это правильно. Так оно и есть. Но это ни на шаг, Ни на миллиметр не подвигает К тому, чтобы душа пробудилась. Нужно получить духовное рождение. И вот об этом ему надо толковать. Осознание греховности. Чтобы он наложил пост на себя, Молитву и приблизился к той стадии, Что я хочу узнать больше. Искать. Я вот... У меня поиск был очень большой. Я в армии служил. Везде там удалялся. Помолиться. По две-три строчки о божественном. И уже надо найти это. Никакой жажды нету совершенно они. Стоят они нормально. Они не хулиганят. Ничего. Нормально. Но это нормальные погибшие люди. Таких очень много в аду будет. И... Они бы еще пришли. Но так как я их останавливать пытался, Они теперь уже вряд ли придут. Скоро. Так уж. По нужде. Когда сумку какую из дому привезут, Там продуктов. Тогда еще заглянут сюда. К нам молочники заезжают. Вот и все. Так это те люди, которых мы знаем, Которые крещеные здесь в общине. Которые... Ну... Должны бы интересоваться. Нет. Я все это отношу к неизбранию. Нет избраничества. И нет тяги. Ни одного вопроса. Никакого нету. А что бы ни спросил, не знает. Ну, живут в общежитии. Молитвы нету. Навыка никакого нет к молитве. Совершенно. А вот это стояние. Прибежали они вчера, отстояли службу. Пошли. Ну, удовольствие с этим. А теперь вырастает. Любая там мирская вертихвостка, Она его увлечет куда хочет. Потому что... Ну, он этим живет. Телевидение в этом. Везде смотрит. Что в интернете показывает-то. Бога он не знает. И знать не желает. Но посчитается верующим. А когда спросишь, верующие или дети. Ну как? Они в храм ходят. Да я не спрашиваю, куда ноги шагают. Ответить-то не могут. Но это они как вы считаете верующих? А когда уже вырастут. Но он мне не запрещает в храм ходить. Она уже состарилась. Это считается за веру. Он не запрещает. Вот. И сын-то неплохой. Выучился там. Политологом стал или экономистом. То есть совершенно бесполезные какие-то знания. Они никому не нужны. Да иди на токаря. Иди на агронома. Выращивая зерно. Иди на ветеринара. Ничего этого нет. Даже в избрании специальности они никакие. И им никто не поможет. Они на своем стоят. Они упрямые. Упрямые как ослы. И что я могу сказать? Вот и сектанты. Какие бы дети ни были, они не такие. Вот у меня в лагере был один мальчик. Юра. Да и фамилия такая еще. Не русская. Бой Дю. В наши лагеря все играют где-то. Бегают. А он как что-то опять открывает Библию. Он один такой. А почему? Потому что в семье у них Библия. Там новая жизнь называется. Секта. Я не об этом сейчас. А о том, что Слово Божие. Оно преображает жизнь. В православии нет Слова Божия авторитету. Нету совершенно. Они не знают люди. Где бы ни заговорил. А что сегодня? С праздником? С праздником. Даже. Почему столько нищих попрошаек у православных только? У баптистских там молительных домов их нету. Почему? Потому что они внутри, которые были бедные, их обиходили. Они накормили, напоили их. Им дали в руку Библию. Их научили работать. Здесь ничему не учат. Копеечку бросил. Все. Идет священник. Тоже бросил. Пьяницам. Прощелыгам. Лодырем. Тунеядцам. Всем подают. Всех кормят. Бог разберет. Что разберет, когда он уже в аду горит? Они живут все до одного в блуде, в воровстве, в пьянстве. У нас ничего этого нет, того, что способствовало бы спасению души. Вот мы насчитываем сейчас, просили Новый Завет с толкованием блаженного феофилакта. И я скажу, что это просили-то как раз мало кто православный, нам знакомый. А в основном это протестанты. Вы дайте нам это толкование. Сейчас привыкли смотреть в записи это было. Не в аудио, а в видео. Ну вот мы сегодня оказались в Барнауле на престольный праздник. Приехали. Душа моя истомилась. Я 50 лет, как уверовал в Бога, получил рождение свыше и крещение Духом Святым. Бог возжег огонь в моем сердце. Я оборачиваюсь назад, я скажу. Это невозможно было бы, если бы я не попал к пятидесятникам. Пятидесятникам, они, баптисты, соединены были с пятидесятниками, в городе Бивенсполсе 50 лет назад. Православные мне этого дать не могли. Я 50 лет гонимый православными за Слово Божие. Хотя все, все православное исполняемое. Посты, Слово Божие не пользуется авторитетом, а я все на нем основываю. Слово Божие, оно пророческий дух имеет. Оно обличает. Православия-то ничего нет. Все покрыто ложью, лицемерием, торговлей, сребролюбием этим. Ну, совершенно не евангельский путь, как религия смерти. Вот приходит человек, отстоял, ушел, больше ничего не надо. Никто не заботится о том, чтобы быть Вадимом Духом Божиим. Чтобы слышать обличение от Духа Божия. Совершенно нет этого. Ну, батюшки идти на исповедь. А священника, сотни людей, если бывает, город большой, кого он исповедует-то? Сам себя человек не может даже исследовать. Исследуйте самих себя. Верили вы, Павел говорит. Я говорю, что если бы у сектантов было рукоположение, я бы дня в православии не был. Конечно, не в какие-то секты пошел бы другие, а самые близкие баптисты. Которые были инициативники отделенные. В православии не за что зацепиться. Единственное, что рукоположенное священство, здесь есть таинство. Почему я здесь и нахожусь. И здесь, в невыносимых условиях, я должен трудиться. Среди гонений, поношений, презрений, клевет от православных. От нашей миссионерской деятельности никто так не мешает, как лютые волки, нещадящие стадо. Законно рукоположенные священники и епископы. Где бы что ни делали, все основано на лжи. Я даже мог бы показать это. Здесь вот у нас в интернете, сейчас выстоял уже. Мы ездили в Кемеровской области. Вот она здесь есть. Сейчас я его постараюсь найти. Вот, это Кемеровская епархия. Сейчас я поставлю помельче, чтобы было. Наверное, вот оно. Мы там в библиотеках оставили книги. Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Аристарху, митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому, руководителя информационно-апологетического центра миссионерского отдела Кулешовая, служебная записка. Ваше высокопреосвященство. Вот тут. Что-то она не дает мне двигать, чтобы не увеличивала. В информационно-апологетический центр поступили сообщения от верующих жителей города Прокопьевска, города Кемеров и города Юргия об объявлениях на улицах города с предложением приобрести 38 книг приложения некоего православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Книги Игнатия Лапкина уже стали появляться в некоторых библиотеках. Вот первое, служебная записка. Во-первых, никто никогда не сообщит в какой-то информационно-апологетический центр. Да никто этого не знает. Даже не каждый священник знает. От верующих Прокопьевска. Об объявлениях на улицах города ни одного объявления не было. Это ложь. Обыкновенная патриаршая ложь. Московская патриархия, основанная Берией и Сталином в 43-м году в сентябре. С предложением приобрести. Предложение это купить. То есть, они не понимают, что я дарю. Вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Пройдено нами 444 города дальнего, ближнего зарубежья. Начиная тут дальше Германия, Австрия и до Владивостока находки. Мы дарим, дарим. Не продаем. Ни одной библиотеки не продавали. Они не понимают этого, потому что они сребролюбцы. У них только продажа. Они, значит, приобрести некоего. Значит, книги стали появляться. Да они гоняются за мною. Как говорится, за дохлой блохою, за мертвым сом. Как Давид говорил. А могут они в другие, не быть аристархи? Не могут. Это 18-го, 8-го, 12-го года. Вот, теперь куда? Ну и послать надо местному алтайскому Максиму Дмитриеву, епископу, чтобы он разобрался. А мы к ним не поднадлежим. Теперь они заходят в интернет. Является Игнатий Староста, Свято-Анфимовской церкви, поселка Потеряевка, Алтайского края. Да не являюсь я ни одного дня не был. Я житель Барнаула. Я староста Крестовозвиженского общества. Ну ни одного слова нету истинного. То есть, ну можно же узнать-то. Ну зайди в интернете. Все данные о нас. А им это не надо. Это дети, вводимые духом лжи. Вот, говорит, вошел в уста их, но он не выходит оттуда. Вот. Позиционирует себя представителем русской православности. Зачем позиционировать? Я там нахожусь. Это община образована здесь. У Игнатия имеет свой собственный сайт, где он размещает свои собственные произведения. Использует тот же сайт, что и сайт Уфимской, Томской православных центров по борьбе сект. Вот тот же сект. Какой? К истине с разделом точка ру. Да когда к отделено, еще тот же сайт. Но никакого отношения к этому сайту не имеет. Я про него даже не знал. И слово к истине у меня вместе, к истине, он впереди сам же показывает, что у меня есть сайт. Вот он впереди. К истине один народ ру. А здесь, да нет ничего этого. Тем более слово к истине, я первый употребил его. А когда сервер наш исчез по каким-то причинам, я зашел, там уже 5 или 6 слов к истине, но под разными вариантами. Даже у Андрея Кураева-то. Ну ни одного слова читаю подряд. Ничего нету. Я утверждаю. Игнатий утверждает в своих трудах. Что утверждает? С чем они не согласны? Что почитание мощей в церковной практике есть война против слова Божия. Открытым оком книги у меня, том 1, страница 190. А что тогда это такое, почитание мощей? Это самое натуральное, сегодня выраженное трупопоклонство. Расчленяют. Выкапывают. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов, Господь говорит. Он не сказал, оставьте мертвецам выкапывать мертвецов. Даже как будто Бог до этого не додумался. Да, я говорю об этом. Второе. Лапкин утверждает, что православная церковь почти тысячу лет ошибалась, используя в Таинстве Евхаристии квасной хлеб. И упорствует в своем заблуждении до сих пор. Это я. По мнению Лапкина, согласно Библии, должны быть опресники. И католики в этом разногласии с православными совершенно правы. То есть, да, действительно, мои слова. Том 3, страница 226. Да, дни опресников были. Причем тут Лапкин-то. Евреи смертью карали того, кто будет квасной и есть. Мы все повинны смерти. Но я православный, я принимаю причастие как есть. Но у меня голова-то есть. И Слово Божие. Я сравню третье обвинение против меня. У Лапкина священное писание выше священного предания. Это у Лапкина. А у них оно не выше, когда Господь будет судить нас по слову Божию. По Библии, а не по преданиям. Я говорю, Библию мы знаем. Вначале было слово. В буква первая. И последнее. Аминь. Мягкий знак. Все. Ни одной буквы не прибавь, ни убавь. Покажите мне предание, священное предание. Какой буквой начинается и какой заканчивается. Ни один человек во всей вселенной этого показать не может. Никто. Потому что к преданию добавляют и Серапима, и Сергия Радонежская, и Иоанна Кронштадтского. Чего только нету. Дальше. Конечно, выше. Четвертое. Лапкин в своих проповедях негативно высказывается в адрес русской православной церкви. Тут они много нащипали. Но это не все. Негативно. Что значит негативно? Вы должны сказать, правду или неправду, говорит. Это дети Ахава. Он, я с Афатой, говорит, да не люблю я пророка Михея. Он обо мне не говорит хорошо. А что вас может говорить хорошо, что погубили Россию, погубили династию царя. Это все попы делали. Это они своей цензурой душили и душили и душили. Все эти войны, какие были по благословению их, захват Финляндии, сколько Польши претерпелось. Нахватали и подавились этими кибитками, тюбетейками. Сегодня не знают, что делать с этой Чечнёй и с другими. А мы там были. Мы видели это все. Наша вина православных безмерная, как океан. И нам нужно у всех просить прощения, и у грузины, и у всех, кто с нами рядом, кого нету, кто ушел от нас. Подобное высказывание содержится на сайте Игнатия Лапкина. Имеется информация о том, что необходимо заранее уведомлять администрацию поселка Потеряевка и лично Игнатия Лапкина о своем приезде, так как без решения администрации паломников не пустят в это поселение. В первую очередь паломников никаких нету. Во-вторых, меня никто не уведомляет. Ложь, сплошная брехня. Как говорится, собака брешет. Это кто? Это Дарьи Старха. Это информационный центр Кемеровской епархии. Вот я бы если подал в них суд, они ни по одной строчке не выгодят. Они мой авторитет подрывают. А мне и не нужно. Я знаю, говорят, собака брешет, а караван идет. Они ничего не сделают. И не знают. Мы 56 сел прошли из дома в дом. Иногда приезжали по 46 человек, как Коробейникова. Занося Евангелие в каждый дом. А кто приходит, дарим Новый Завет. За два года мы подарили, подарили, подарили. 30 тысяч Евангелий. А они ни одного. Большое дерево, село. Тысячу человек. Шесть человек ходят в храм. А с монахами в храме служат семь человек. Прокуренные. Ставят там. Романы недавно поставили. Викарным епископам. Это все игра. О моем приезде. Паломники. Во-первых, паломников, я говорю, нету. А потом, я живу в Барнауле. Я в Барнауле прописан. Здесь и живу. Летом бываю только с детским лагерем. Зачем это нужно? В правилах поведения, в уставе. Жители поселка Потеряевка, Мамновского района, Алтайского края. Написано. Категорически запрещают сообщение с миром. А обращение за помощью к неверующим по возможности нужно сводить до минимума. Ну и как? А разве не об этом говорит священное писание? Мир прелюбодейный и грешный. До минимума сводить общение прихожан Свято-Афиновской церкви, поселка Потеряевка, больше напоминает адептов тоталитарной секты. Игнатий Лапкин стоит выше всех. И пользуется большим авторитетом. Большим. Чем настоятель прихода протерея Ким Лапкин. Младший брат Игнатия Лапкина. Ни одного слова нет истинного. Ни одного. Напоминает адептов. Кого напоминает? Каких адептов? Какой тоталитарной? Они ни одного слова не могут ответить. А вот у них что это напоминает? Совершенно закупоренные монастыри. Это да. Это самая настоящая тоталитарная секта. Ни права передвижения, ни права владения имуществом. Ничего этого нет. Уставы монастырей гласят никакой переписки, ни передач, ничего нельзя. Вот тоталитарная. Это где? Дальше. Вышеперечисленная больше напоминает жизнь сектантов. В поселениях известных сект отечественного происхождения. Белое братство, Богородичный центр, церковь последнего завета Виссариона, родовые поселения Анастасия, звенящие кедры и другие. То есть все, что знал, собрал. Да они друг на друга не похожи. Белое братство и церковь последнего завета Виссариона. Но что между ними общего-то? И они были, видели, нет. Ну хорошо, давайте так. Напоминает, но секта. Хорошо, секта, звенящие кедры. Ну вот у нас 16 сентября. В этом году, вот оно. А сегодня-то 27, 11 дней назад. В Потеряевке это престольный праздник. Четыре священника. Приехали три, служат четыре. Три из московской патриархии. Или их четыре было? Четверо. Четверо. По благословению Иваникова, этого местного епископа. А перед этим с нами приезжал, сослужил епископ Максим Дмитриев. В мае. А? В мае месяце. В мае месяце, в этом году. И что, служат с сектантами? А если они, мы сектанты, а они с нами служат, не переставая удивляться, как много сделано, как много пользы можно взять. Если так, то, согласно канонам правил, их надо всех отлучать. На одном этом слове, только их всех можно сегодня, кажется, за шкирку брать, к священным правилам и всех исключать. Ничего нету. Почему это нет? Они говорят и делают. Они не могут по-другому быть. Они не могут. Дух лжи полностью занял все сердце. И тогда епископ приезжает, 11 семинаристов местных привозит, секретарь епархии. Это все они служат сектантами. И все это выстроено в интернете. Никакого конца предела нету без Божия. А почему? Сталинско-бериевская закваска. А почему? Мы им не подчиняемся. А зачем это нужно? А поминайте патриарха. Они были у нас, поминали на богослужении патриарха. Я не поминаю патриарха. Что ему? Вход в Царство Небесное закрыт. Мы поминаем Илариона. И достаточно для нас. И они вот не могут. В связи с этим прошу вас обратиться в Барнаульскую Алтайскую епархию с просьбой дать официальный ответ на принадлежность Игнатия Тихонщина-Лапкина, старосты, Свято-Анфимовской церкви, Потеряевка. Так. К русской православной церкви Московского патриархата. Значит, если Московский патриархат я принадлежу, значит, им для чего это нужно? Чтобы отвернуть мне голову. Законно подослать киллеров. Законно отлучить от церкви. Вот только что. И дальше. А также издает ли он свою литературу по благословению правящего архиерея? Если издают по благословению, значит, архиерею тот же мешок. Они по-другому не могут. Им нужно властям доказать враг народа. Ведь все, кто сидели при советской власти, они от всех отреклись. И такого в истории мира не было, чтобы мученики, исповедники признавались врагами церкви. Эти сведения требуются для составления официального письма для директоров и заведующих фондами библиотек. Для благочиния Кемеровской и Прокопьевской митрополии. Значит, для чего это нужно? Для библиотек. А кто их там вставил? Никто. Они библиотеки, воинские части, школы, преподавания везде лезут. И в данном случае, вот, Глеб Александрович прав. Он прав, когда борется с этим. Зачем они туда лезут? Я в библиотеках неоднократно говорил, скажите, вот вы сейчас сказали, у нас тут заключен договор со священниками, и они вот как бы здесь сотрудничаем, они проверяют, какие книги должны быть, нет. Я говорю, все полки наполнены, Гарри Поттер, там стоит и Блаватская, что только там нет, саентология. Это разрешено. Сказки, скаки и выдумки. Здесь в глазах он не видал книги, он решает, нет. Книги эти нельзя. Его никто не ставил цензором. Это нарушение Конституции. То есть они идут на все, на самое подлое нарушают. Для них Конституции вообще не существует. Кто их ставил цензорами в мирских библиотеках? Никто не ставил. Кто их ставил найти должность, чтобы солдат везде благословляли и шли, они там убивали? Лезут. Ничего нигде нет, никто не ставил. И они не могут быть другими. Без мирской власти патриархия вообще шага не сделает. Вот отними сейчас от них благоволение властей, чтобы они сами приехали в новый город, и сами начинали работать, приобретать души. Они вообще не знают приобретать души. Им нужен храм, храм, храм. А в храме, в храме там уже торговля тогда. Киосков побольше, деньги. Теперь, что машины, ну и все остальное, что требуется. Это вот я на утреннее, на... Дальше. А дальше, вот что интересно. Мы распространяем, чтобы купили книги. И тоже наше объявление. Вот они, приглашение. Приглашение? Какое? В вашей местной библиотеке вы можете взять, не купить, 38 книг православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Они в глаза не видали, не считали. Еще ни одного священника и архиерея мы не встретили, который мои книги читал бы, прочитал подряд хотя бы один том. А их 38 книг, это что? Толкование Нового Завета с комментариями, вот, о сегодняшнем положении в православной церкви. Вот этого они простить не могут. Им не нужно знать положение, чтобы люди не знали. А положение в церкви такое, как патриарх Кирилл Гундяев. Проехал до Востока и сказал, состояние церкви, тире, духовные развалины. Я говорю, он был не везде, а где ему показали. А где мы проезжаем, там Хиросима и Освенцим. Толкование. Дальше. Ответы на различные вопросы и проповеди по Слову Божию на богослужениях. Телефон 8-961-230-70-60. Это мой телефон. И дальше, вот оно, к истине, один народ Ру. Это только одно объявление, только один аристарх, без страха Божия приступивший. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.